Музыка Пока, слава богу, самочувствие терпимое по-прежнему. Ну, голодовка есть голодовка, она сил не добавляет и радости жизненных. Ну, хотелось бы отметить одно изменившееся обстоятельство кардинально. К нему подселили гражданина, который совершил тройное убийство. И сейчас, не знаю, случайно или не случайно, вдруг его правоохранители и органы поймали за то, что он не ходил, не отмечался после того, как отбыл наказание. И поселили рядом с Михаилом. И такое соседство, я скажу, что оно никому, наверное, не доставляет удовольствия. Сделано, еще раз повторю, это умышленно или случайно. Ну, я не верю с Михаилом случайности, но, тем не менее, рядом с ним сейчас гражданин, который отбыл наказание за тройное убийство, а после этого еще и не отмечался в правоохранительных органах. И вот он сейчас там находится. И это спокойствие не добавляет Михаилу ни в какое время суток, ни в ночное, ни в дневное. Это, безусловно, большой минус в части отбывания наказания. С ним мы проговорили все необходимые обстоятельства по его защите. Все, что нужно по моей работе как защитник, он мне дал все свои рекомендации, советы, разрешения, дозволения. И сейчас вот единственное, что надо будет завтра понедельник, не явочный день, туда нельзя будет к нему попасть. Ну, я буду, наверное, с волнением ждать встречи во вторник, регулярной нашей встречи, потому что в понедельник не увижусь. И с учетом такого опасного соседства, неприятного и опасного соседства, безусловно, буду ждать с нетерпением вторника встречи с ним для того, чтобы отчитаться ему за те поручения, которые он меня попросил сделать в понедельник. Завтра насыщенный день у меня будет в его защиту. И во вторник я с результатами, все приветы передал Михаилу, передавал большое спасибо. Ну, и по-прежнему у него позиция в том, что необходимо отстаивать свои права и защищать свои права, в том числе и в части вот этого введения цифрового клеймения, чтобы оно было на законном, на правовом поле и не нарушало права граждан, а защищало. По-прежнему он убеждений своих не поменял.